Венеция – это самое настоящее. Только еще гондолы у нас не применяются. По словам жителей Вичелова, потопы в этих местах уже случались, но небольшие. Подобное ЧП происходило в далеком 1987 году, а вчера уровень воды в деревне достигал 40 сантиметров. В основном топится весной, когда снег сходит. Но это быстренько проходит, буквально до июня месяца, до начала. И все уходит. Больше воды не бывает. А в этом году что-то вообще страшное. Вчера было затоплено аж вон туда. Вот это вот все было затоплено. Это сейчас уровень ушел уже. А так вот эти вот участки все были затоплены. О том, что поселок затопило, жители сообщили в МЧС. На место сразу же выехала оперативная группа. Спасатели замерили уровень воды, опросили жильцов. Пострадавших среди них не оказалось. Причиной наводнения оказалась небольшая местная речка, впадающая в Рыбинское водохранилище. В зоне подтопления оказались 53 дома. Главные улицы на окраине поселка тоже превратились в ручьи. Была передана информация сразу в экологическую службу. Также на место выезжали экологи. Было принято решение спустить Рыбинское водохранилище частично, что, я думаю, было сделано. И следствие этого вода сегодня уже спала. Сейчас уровень воды в Вичелово уменьшился в два раза. В такой же ситуации оказались дома в Шеломово и Романде. Причиной подтопления стала погода и сильный ветер, который погнал в воду с Рыбинского водохранилища. Сейчас за уровнем воды в водоеме следят эксперты.